добрый день дорогие друзья с вами как обычно автословом про тюник меня зовут игорь и посмотрите что мы привезли это mercedes benz глое купе 63 с мг рестайлинговая машина двадцать третьего года чем в принципе может быть интересен голове купе мы уже вам про него рассказывали машина понятная интересная но конкретно этот экземпляр на самом деле особенно во первых это рестайлинг как я говорил и во вторых это самый мощный в линейке mercedes глое купе в общем машина очень интересная давайте посмотрим что же это такое а а и 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 так начнем как всегда мы с внешнего вида этой машины что у нас здесь интересно во первых это ее цвет серый глянец нынче модный вариант сейчас много машин краситься завода такие цвета что европейские что автомобили из китая и люди к нам в тюнинг приезжают даже машины приклеивать такой цвет в общем это самый последний писк моды на сегодня машина смотрится очень агрессивно интересная все все благодаря тому то что это 63 версия у нее идет немножко измененный бампер с более выраженными боковыми элементами за которыми находятся у нас интеркулеры тут у нас прям видно отверстия такие куда они собственно и просматриваются и что у нас здесь собственно нового это же рестайлинг машины поменялись у нас фары по форме они остались в принципе такими же какими были до этого но внутри у нас был переработан дизайн теперь вместо таких вот двух галочек как были до этого на голове купе у нас такие вот очень красивые линии 4 точки очень похожи на другого производителя напишите комментариях на какого но смотрится в принципе достаточно свежо и интересно гораздо лучше как пойму моему мнению чем было до этого на голове купе далее вертикальная решетка радиатор с вертикальными ламелями точнее которая присуща только 63 версиям за ними видно что у нас большие такие отверстия обдува радиаторов что здесь что на боковых вставках на бампере за которым находится у нас все элементы охлаждения и тут же у нас за логотипом mercedes находится радар который понимает всю дорожную обстановку показывает нам ограничения на данном участке дороги и всякую различную информацию так далее под ним находится камера 360 кругового обзора она у нас будет еще продолжаться на зеркалах заднего вида и на крышке багажника чтобы мы могли пользоваться тем самым взором когда приезжаем по труднодоступным местам узким улочкам паркуемся и так далее все-таки это кроссовер который не совсем маленький и такая функция будет здесь очень удобно и еще пару слов про фары которые у нас установлены это естественно максимально оптика которая может быть на этой модели это мульти бим лет умные фары которые понимают у нас дорожную обстановку обеспечивают лучшее освещение в абсолютно всех условиях которые будете перемещаться и еще один момент на передней части который мне лично очень нравится это снизу молдинги у нас сделаны в черном глянце это такой shadow line у мерседеса и вот такой вот цвет очень хорошо сочетается именно с серым глянцем nardo grey серый черный все очень контрастно выглядит но при этом решетку у нас осталась хромированная как по мне конкретно на 63 машинах у mercedes абсолютно на любых серебристая решетка и черные молдинги снизу и по машине это идеальное решение у нас создается объем и машина выглядит более агрессивно еще одна отличная особенностью которая у нас здесь есть в отличие от обычного mercedes голове купе это шильдик на капоте вместо привычного логотипа mercedes круглого здесь у нас находится логотип амг более интересный который опять же отличает эту машину от остальных голове купе под капотом у нас здесь находится все еще в 8 это 4 литра битурбо двигатель мощность у него 612 лошадиных сил и 850 метров крутящего момента здесь мотор чуть обновился у нас здесь также используется мягкий гибрид как и в бмв в последних поколениях x5 x6 так далее то есть внедрена система старта генератора который немножко подкручивает мотор и в момент немножко добавляет мощности и плюс эта же система у нас обеспечивает больше комфорт при работе функции старт-стоп то есть более мягкий запуск двигателя меньше колебаний по кузову нас разносится от этой системы в общем отличный мотор к сожалению на этих mercedes это будет последний в 8 что будет дальше уже посмотрим опять же эта установка себя показывает отлично и выдает до 100 километров в час от 0 до 100 мощно разменяется за 38 секунды переходим далее на машине у нас стоят оригинальные 22 диски в дизайне амг черное матовое колесо у нас есть по кантику такого серебристая окантовка это про . лицевой части смотрится очень эффектно и вот это вот полосочка у нас не скрадывает размеры диска несмотря на то что они у нас сделаны в черном глянце особенно на ходу выглядит прям очень классно и за этими дисками у нас находится спортивная тормозная система максимальная который может быть mercedes это карбон керамический составной диск тормозной и большой мощный суппорт окрашенный в золотистый цвет вот такой вот цвет суппортов присущ только тем mercedes на которых завода ставится карбон керамическая тормозная система то есть вот по этому цвету можно сразу понять даже если машина где-нибудь проезжает что за тормоза на ней стоят и что это на самом деле особенно mercedes рядом с колесом передним на крыле у нас красуется шильдик в 8 битурбо фирматик плюс тоже нам показывают что это не простой голове купе а прям максимального версия далее черные глянцевые крышки зеркал черные глянцевые молдинги оконные крыша у нас черная снизу у нас также черный молдинг в общем на машине как я говорил у нас исполнен night пакет то есть эти вот все элементы которые изначально были хромированы либо в цвет кузова к крышке зеркал они у нас покрашены в черный глянец и тут же на зеркале мы видим сразу же камеру ту самую которая у нас связана с камеры передней и задней которая у нас относится кругом обзору что еще то есть интересного панорама панорамная крыша сразу прямо покажу вот так вот она открывается и очень классно что на голове купе очень большое стекло которое у нас полностью сдвигается назад то есть нет такого как на других автомобилях где у нас вроде бы крыши вся панорамная даже бывает полностью стеклянная крыша но та часть которая сдвигается назад поделена у нас в 10 по стойке спереди и получается что при открытой панораме при этом люке у нас не совсем большое такое окно сверху получается на крыше здесь же это сделано во первых эффектно то что большое стекло уходит во вторых гораздо более приятно когда у тебя больше пространства так скажем над головой что еще интересного ручки дверей у нас все имеют бесключевой доступ что спереди что сзади естественно это премиальный немецкий кроссовер и также у нас есть здесь доводчики то есть мне не нужно будет сильно толкать дверь чтобы закрыть машина сделает это за владельца его пассажира который будет сюда у нас садится и вот функция которую я вам показал интересно но в принципе это есть на многих мерседесах это открытие либо закрытие всех окон и панорамы с ключа я просто держу ключ у нас все полностью автоматически закрывается удобно очень в летнее время года когда машина постоит на солнце салон нас очень сильно разогреется и туда будет невозможно сесть просто открываете полностью весь автомобиль буквально минута-две он весь проветривается и вы можете уже спокойно садиться и ехать по своим делам задняя часть этой голове купе не менее интересная во первых потому что у нас здесь тоже есть элемент который был переработан это задние фонари они как и передние по форме остались абсолютно такими же но внутри у нас те элементы которые подсвечиваются тоже поменяли свой рисунок и смотрится как и спереди более современное более интересное и что еще эта машина отличает от остальных добавляет ей агрессии отличают именно от голове купе остальных это спойлер который у нас установлен на крышке багажника и спортивный диффузор с двойными насадками выхлопа вот такая форма насадок присуща только 63 версия мерседесов и что интересно они у нас окрашены не просто в черный глянец а в черный хром то есть у нас тот же в принципе черный цвет но как он выделяется как он блестит особенно на фоне черной глянцевой вставки который идет прямо рядом с ним можно в принципе сразу наглядно видеть разницу чем отличается черный хром от просто черного глянца чтобы я здесь добавил это перекрас спойлера либо его клейка в черный глянец чтобы он сочетался у нас со всеми элементами черного глянца над пакет этого самого на автомобиле ну и плюс когда он вот в таком исполнении в цвете кузова он немножко теряется так выделим сразу и будет более агрессивно такая форма более объемная и покраска текстурного пластика что сзади что по остальным элементам на автомобиле где у нас имеется в черный глянец но все-таки как будто бы немножко просто это смотрится можно добавить еще больше стильного вида этому автомобилю открыв багажник сразу видно что у нас достаточно большое количество места плюс сверху есть жесткая полка акустическая которая во первых будет ограждать вас когда вы находите салоне у тех шумов которые у нас здесь могут быть багажнике ну и плюс это элемент безопасности как я всегда и говорю открываем ее что у нас здесь видно интересного слева есть отдельный кармашек с натянутой сеткой чтобы мы могли положить туда все наши вещи которые не сильно габаритные чтобы они у нас не летали по всему багажнику справа есть тоже такой же кармашек но не сильно большой и без такой же сеточки подсветка багажника с двух сторон очень удобно в ночное время суток это удобно тем что вам сразу все будет видно что у нас находится багажника потому что многие производители бывают жалеют на самом деле подсветку казалось бы просто лампочка либо ставит ее с одной стороны слабую и так далее в общем здесь об этом позаботились много крючков по стенкам по полу багажника что вы могли закрепить свой груз также справа у нас есть отдельный прикуриватель чтобы вы могли заряжать свои устройства и кнопка для того чтобы опустить заднюю часть машины для погрузки сюда каких-то габаритных тяжелых грузов час машина опускается я думаю на камеру это видно тоже очень удобно для кроссоверов такая функция в подполе у нас есть еще место для хранения ваших вещей и там же у нас находится отдельный комплект при экстренных ситуациях то есть домкрат компрессор буксировочная проушина знак ковринной остановки и естественно аптечка и последним элементом про который хочется сказать по задней части автомобиля это выезжающий фаркоп открывается он прямо отсюда фаркоп полностью электрический то есть удобно что не нужно будет пачкать свои руки доставая его из-под машины потому что это место там абсолютно всегда грязно просто нажали кнопку он выехал подцепили груз который вам необходимо и отправились в далекую дорогу перемещаемся в салон у нас здесь большое количество роскошных материалов это кожа на по которой перешит центральная консоль пар приз сиденья у нас также перешита в эту на по дверные карты в общем практически все что у нас есть автомобиля обшита в кожу потолок сделан из алькантары множество вставок карбона что на пар призе что на дверных картах в общем находиться очень приятно в этом салоне и что мне больше всего нравится это обновленный руль на многих mercedes в последнем поколее поколение ставится вот такой дизайн рулей смотрится на самом деле очень классно вот такие вот линии по бокам у него тоненькие идут с внизу у нас двойная спица круглый сигнал плюс сам руль перешит по бокам у нас в алькантару сверху снизу в гладкую кожу на по и за рулем у нас находятся лепестки и снизу установлены два дополнительных прибора право у нас отвечает за то чтобы мы выбирали режим езды комфорт эко спорт спорт плюс так далее а слева у нас настраиваемый так сказать джойстик на который можно вывести разные функции допустим открытие заслонок выхлопа чтобы сделать его погромче настройки подвески автостоп и так далее в общем все что нужно прям сюда можно вывести и отсюда в быстром доступе этим всем пользоваться за рулем у нас находится мультимедиа система в которой в принципе все осталось на своих местах снаружи она выглядит также но есть несколько новых функций которые у нас здесь имеются с приборной панели она у нас естественно тоже полностью электронная можно менять дизайны которые у нас здесь расположены то есть шкалы тахометра скорость и так далее в принципе их на самом деле здесь очень много все абсолютно настраивается под себя так как вам удобно хоть каждый день можно принципе менять эти дизайны и я думаю точно очень долгое время не надоест и про саму мультимедиа систему тут у нас принципе все привычно управляется она как с сенсора то есть прикосновение на сам экран так и с джойстика который находится на центральной консоли у нас здесь но с джойстика более удобно пользоваться когда вы едете за рулем чтобы не отвлекаться сюда не тянутся прямо под рукой у вас находится такая тач панель на которой можете полностью управлять всем что у нас находится внутри там самой системе что у нас здесь есть нового интересного во первых это режим оффроуд в котором у нас есть все датчики все показания по автомобилю то есть от крена в котором сейчас автомобиль находится вплоть до сжатия подвески хода подвески ну в общем все что нужно здесь у нас имеется далее переходим это режим амг перформанс которым у нас тоже есть дополнительные сведения по автомобилю но первое это мы можем посмотреть в каком уровне у нас находится пневмоподвеска далее можно посмотреть перегрузки которые испытывают машина в данный момент и также как и в режиме оффроуд сжатие подвески прямо она так визуализируется очень интересно это смотрится следующая графа это двигатель в которой можно наблюдать сколько сейчас подает в моменте мощности мотор слева у нас находится также снизу дополнительные приборы и справа это температура масла в коробке и температура масла двигатель в общем то что нужно для того чтобы прокатиться быстро и безопасно для автомобиля следующий под пункт это у нас отдельно выведенного такие вот часы наручные ну очень интересная функция тут же можно включить секундомер и так далее и следующая функция это режим track pace режим который создан для того чтобы перемещаться ездить быстро по гоночным трассам по трекам тут прям отдельно есть своя телеметрия мы можем замерить какое у нас лучшее время на круге также далее это drag race то есть гонки по прямой также машины замеряет всю телеметрию и отдельно прям также прям прописано у нас здесь пункт под пункту называется телеметрия как я и говорил в котором у нас несколько параметров это скорость автомобиля усилия нажатия на педаль газа и на педаль тормоза отдельно то есть все это прям можно посмотреть допустим если вы едете на треке показали лучшее время хотите понять почему у вас было лучшее время машины вам покажет в каком моменте где вы нажали например педаль газа в пол где там педаль тормоза в половину этой дали то есть можно прям проследить проанализировать и еще улучшить свое время на гоночном треке ну и далее по основным функция мультимедиа системы во первых у нас естественно есть навигация работает отлично никаких подлагиваний все быстро грузится и так далее в общем как она и должна быть на таком автомобиле отдельно можно подключить телефоны carplay android auto и так далее у нас здесь имеется и еще интересное здесь что можно посмотреть настройки комфорта во первых нас встречает в этом вот меню первое это массаж передних сидений да у нас передних сидений есть и массаж и обогрев и вентиляция и большое количество регулировок вообще все что нужно чтобы чувствовать себя здесь максимально комфортно плюс боковые подкачки тоже очень удобная функция особенно для людей вы допустим как я сидушки у нас во всех автомобилях достаточно широкие в современных и хочется немножко как бы себя здесь зажать чтобы сидеть удобно и не гулять по этому креслу вот тут такое имеется и за это прям огромное спасибо что такое сделали так вот массаж большое количество программ самых разных даже с подогревом горячий массаж может быть отдельно настройки сидений тут есть функция про который почему-то мало кто рассказывает это кинетическая функция сидения когда вы ее активируете это очень полезно в дальнюю дорогу то есть допустим вы настроили сиденье под себя едете как вам комфортно и в дальней дороге там через 200 300 500 километров начинает что-нибудь у вас затекать вы сели допустим немножко вот так вот и сиденье подстраивается под вас она меняет угол наклона спинки именно под это положение либо я сяду допустим вот так вот ну как-нибудь по-разному абсолютно бросить себе будет все это время смотреть как я сижу и делать так чтобы не было более удобно находиться в нем далее переходим можно отдельно если настроить поясничную зону подкачку боковые упор руки и говорил установки обогрева следующий подпункт это комфортная подсветка которая у нас здесь есть вот мы могли обратить внимание что на пар призе на центральной части у нас он имеется на дверных картах вот здесь у нас также такое кольцо в общем смотрится очень красиво можно настроить ее цвет выбрать как один цвет по всему салону так и несколько она может переливаться разными цветами настроить ее яркость можно и настроить даже эффекты такую у нас есть просто казалось бы в этой подсветке их тут много эффект допустим приветствия когда вы только садитесь автомобиль эффект с климат-контролем то есть когда вы меняете температуру на более горячую у вас подсветка начинает светиться красным или на холодную естественно она светится синим и так далее тоже очень интересно что такая вот мелочь но ее продумали приятно когда про зрители думают о таких мелочах и новое меню которое здесь появилось это энерджайзинг комфорт в котором есть различные программы то есть допустим если мы включим сейчас программу свежесть у нас включится музыкальное сопровождение специально кондиционер заработает на низкую температуру и вы прям погрузитесь полностью в ту самую свежесть ну и так далее тепло витальность наслаждение и так далее на самом деле очень много в общем под каждое свое настроение вы можете выбрать отдельную программу мультимедиа системе и полностью насладиться и последнее это установки автомобиля на самом деле здесь можно очень много времени провести если коротко все это рассказываю то у нас есть меню вспомогательных систем различные трекши контроль а б с так далее все это у нас здесь настраивается плюс тут же у нас в этом меню настраивается данные с датчиков то есть адаптивный круиз-контроль можем выбрать расстояние до автомобиля и так далее следующее в этом меню это настройки самого автомобиля в движении настройки комфорта различные настройки при открывании и запирания автомобиля постановки его на охрану и так далее настройки света наружного именно по фарам как машина будет допустим будет вас провожать светом еще стить фарм подсвечивать дорогу куда будете идти и так далее и ну стандартные настройки системы информация по автомобилю по салону на центральной консоли у нас большая вставка в черном глянце рояльный лак она у нас открывается и тут у нас видно сразу два подстаканника достаточно больших и что интересно они у нас с обогревом и с охлаждением ваших напитков очень удобная функция рядом находится у нас беспроводная зарядка для телефона вашего два разъема usb type-c и разъем прикуривателя чуть дальше как раз таки тот самый та самая тач панель про который рассказывал для управления мультимедиа системой и слева и справа от нее также находятся кнопки быстрого доступа то есть громкость мультимедиа выбор режима езды включение камер 360 и так далее самое необходимое рядом с ним находится отдельно такой панелька на которой выкладывать свою руку тоже очень удобно сделано из приятной натуральной кожи в общем сделано очень очень классно и снизу отдельный переключатель высоты пневмоподвески автомобиля подлокотник открывается на две стороны тут у нас есть еще один разъем usb type-c и места в принципе достаточно я думаю для каждого использования для хранения ваших вещей именно здесь на заднем ряду на самом деле очень много места несмотря на то что это у нас такой купе образный кроссовер вроде бы задней часть поменьше но при этом я сижу сам за собой тут еще огромный простор в ногах у меня в общем расположиться можно точно с комфортом плюс тут у нас есть подлокотник с двумя подстаканниками на центральной консоли у нас отдельный экран с кнопками переключателями режимов климат-контроля для задних пассажиров климат-контроль здесь у нас четырехзонный установлен снизу отдельно небольшое место для ваших вещей мелких и два разъема usb type-c для зарядки ваших устройств еще пару вещей интересных во первых это музыка которую установлена акустика бурмистер это отличное качество звучания которое будет сто процентов здесь и красные ремни просто обратите внимание на то как это классно смотрится акцентные такие элементы которые показывают что это не простой голове купе особенно его версия вот получается что голове купе в рестайлинге последний двадцать третьего года очень интересный автомобиль вроде бы казалось у нас изменение минимальные но при этом машина получилась достаточно интересно чтобы ее приобрести по покупке данного автомобиля можете обращаться в наш автосалон противен городе краснодар либо городе москва а машина это находится в краснодаре по адресу улица российская 263 в нашем автосалоне про тюнинг не забывайте подписываться на все наши соцсети особенно telegram потому что мы укладываем все автомобили которые у нас ждут в пути в наши автосалоны и также автомобили из наличия и обязательно подписывайтесь на наш youtube канал на котором выходит этот ролик пишите комментарии как вам этот автомобиль и обязательно ставьте лайки